Узоры и рисунки. Стены будущей школы растут каждый день. Стройматериал прямо под ногами. Мы лепим шарики из самана. Это материал, который состоит из глины, песка, соломы и воды. Алексей интересуется экостроительством. Здесь он волонтер. Кстати, вокруг идеи объединились люди из разных стран. Есть волонтеры, которые живут в городе, одесситы, и приезжают, физически помогают. А есть иностранные волонтеры из разных стран. Австралия, Япония, Америка. Молодой человек недавно был из Нью-Йорка. Франция, Германия, Дания и так далее. Но прежде чем начать делать глиняные снежки, нужно перемешать массу. И делают это танцуя. Во время грязных танцев глину добавляют в солому. И дальше можно лепить. Сбиваем все. Чуть-чуть, вот, чум-чуть, только получается. Сок из продукта берут. Дети могут еще меньше лепить. То есть вот так вот нормально, да? Нормально. Чем больше, тем, конечно, лучше. А что потом, когда идут потом эти все колобочки? Вот мы сейчас нас снимем. Из них лепится стена. Но когда самодельные кирпичи готовы, можно начать строительство стены. И делают это тоже необычным способом. Это командная работа для тех, кто не боится грязи. Длинное здание станет продолжением нестандартной школы, где в классах нет парт. А вместе с обычной программой детей учат кончарному искусству и творческому мышлению. Говорят, зимой с такими технологиями там будет тепло, а летом прохладно. А самое главное – безопасно. Материал не горючий, да, саман. Он как раз один из самых пожаростойких. Мы еще думаем, из чего делать крышу. Клоняемся к камышу, но это вопрос тоже. Камыш достаточно горючий, но он менее горючий, или не более горючий, чем другие материалы кровельные, чем битумная черепица, или чем различные утеплители, типа пенопласта. Пенопласт – это вообще кошмар. Энтузиасты надеются, что им удастся заразить свои идеи одесситов и открыть для них бюджетное строительство. Технология проверена веками, а материалы у каждого на виду.